Добрый вечер! Вы смотрите новости телекомпании Сампа в студии Наталья Порукова. Изначало коротко о некоторых темах этого выпуска. Каждый житель по 100 рублей 150, то 200, то 500, то 1000. 250 тысяч смело можно набрать. Жители Суаярви присоединились к программе поддержки местных инициатив. Их проект – ремонт местного культурно-досугового центра. Есть возможность сейчас привиться и получить именно иммунную защиту. Клещи проснулись раньше обычного. Медики настоятельно рекомендуют сделать необходимые прививки. Когда человек говорит о том, что у него не хватает времени, значит, он просто его нерационально использует. Победитель городского этапа конкурса «Учитель года Петрозаводска» Максим Иванов поделился своим мнением о работе в современной школе. Жители Суаярви хотят отремонтировать свой культурно-досуговый центр и готовы на это скинуться. В Суаярви состоялся народный сход, где решали вопрос об участии города в республиканской программе поддержки местных инициатив. Напомним, такая форма поддержки в Карелии работает первый год. И уже более десятка поселений республики претендуют на республиканские субсидии. И деньги, сумму до полумиллиона рублей дадут, если заявленный проект имеет софинансирование и пройдет конкурсный отбор. На Суаярском сходе присутствовал Максим Алиев. На повестке дня несколько вопросов. Первый и, пожалуй, самый главный – с каким из проектов стоит идти на конкурс? Выбирали из трех предложений – ремонт дорог, установка уличных тренажеров на стадионе и ремонт культурно-досугового центра. Чтобы отремонтировать дороги, выделяемых республикой 500 тысяч, не хватит, даже если к ней присовокупить весь городской бюджет и деньги населения. Уличные тренажеры – вещь хорошая, но не первостепенной важности. А вот в ремонте дома культуры заинтересованы многие жители. Тут успешно занимаются танцевальные и вокальные группы и даже ветеранские творческие коллективы. Проходят общие собрания и вечера досуга. Между тем, здание культурно-досугового центра в Суаярве, построенное еще финнами, никогда не видело капремонта. Штукатурка отваливается, из окон дует, а следовательно за тепло приходится платить втридорога. Ремонт позволит перевести сюда и школу бокса, у которой сейчас нет своего помещения. В этом году был заключен договор между Зап-Карелесом и Домом культуры. И именно в Доме культуры будет строиться, как бы и делается, спортзал для боксеров. В данное время получилось так, что именно наша школа бокса, которая везде славится во всю Карелии, осталась без просто спортзала. Дом культуры выглядит, конечно, внешне, с улицы очень плохо. Окна надо срочно менять. Поэтому я считаю, что культурно-досуговый центр должен быть центром культуры нашего города. У нас в Дом культуры, так тоже торговля идет. В космосе торговля. Везде у нас торговля. И что их ремонтировать? А сколько детей занимается? Ключенеры. Выклики по поводу торговли, я понимаю, Ваш конец. Мы не от хорошей жизни запускаем туда торговлю, там, где занимаются наши дети. Мы вынуждены запускать эту торговлю, чтобы нам выжить. Чтобы мы смогли заплатить за отопление, за свет, за воду, за то, чтобы вот это маленькое учреждение, Сарафинское здание, функционировало хотя бы как-то. Практически единогласно жители приняли решение участвовать в конкурсе с проектом ремонта Дома культуры. Цена вопроса – 960 тысяч рублей. 500 из них в случае победы в конкурсе даст республика. Еще часть – городской бюджет. Но необходимо и софинансирование населения, чтобы республика поверила – проект действительно важен для людей. Нужно определиться с суммой вклада от населения. У кого будут какие предложения. Уровень софинансирования проекта от населения должно быть в размере 150 тысяч рублей. Каждый житель по 100 рублей 150, то 200, то 500, то 1000. 250 тысяч смело можно набрать. Вот раз чисто посчитайте. Мы, члены, участники хора ветеранов, складываемся по 500 рублей с каждого. Мало ли, что-то надо в магазин доставить. В принципе, можно обращать их. Материал он имеет. Материал обмести бесплатно. Мы помогали детям, больным. Собирали очень хорошие суммы. До 500 тысяч ящички стояли в магнитах. То есть никому же не обязывать 200-300 рублей. Положили 10 рублей – очень хорошо. Действительно, положили тысячу. 200-250 тысяч – это не проблема будет для населения. Давайте серединку возьмем. 200 тысяч – мы ее точно все вытянем. 200 тысяч. Спасибо большое. Спасибо. Единогласно. Если деньги останутся, то их можно будет пустить, к примеру, на детскую площадку. Похожее решение приняли жители из села Вешкилица в Своярском районе. Они хотят отремонтировать однокультурный центр. Я могу даже показать вам небольшой такой наш макетик. Мы хотим обшить наше здание. Вы видели, что оно такое не очень презентабельного вида. Мы хотим обшить его сайдингом. Все размеры тут у нас уже определены. Мы хотим именно видеть его таким. Поскольку в 2016 году у нас будет проходить съезд карелов здесь. На базе нашего поселения Вешкилица. То есть мы хотим привести в порядок внешний вид. Такие же собрания прошли накануне в еще нескольких поселениях. Жители Медвежегорска высказали желание обустроить зону отдыха и спорта, парк здоровья. В Коливале высказались за обустройство и дренаж дорожных кюветов. В поселке Летнереченске Беломорского района жители приняли решение отремонтировать уличное освещение, а в Сосновце отреставрировать воинское захоронение. Все заявки поселения направят на конкурс. А уж там решится, чьи проекты победят и уже в этом году будут реализованы. Карельских рыбаков и любителей пеших прогулок по весеннему льду власти хотят наказывать жестче, чем прежде. Правительство Республики обратилось в законодательное собрание с просьбой повысить штрафы за выход и выезд на лед водоемов в весенний-осенний период. Власти Республики руководствуются тем, пояснили нам в Госкомитете по обеспечению безопасности населения, что случаев гибели рыбаков на льду меньше не становится, несмотря на запреты. При этом максимум, что заплатит рыбак-нарушитель, это смехотворная сумма от 100 до 500 рублей. И то, если его поймает инспектор ГИМС или полицейский, а на спецоперацию по его спасению в случае чего, государству придется потратить десятки или даже сотни тысяч рублей. К примеру, только один час работы вертолета МЧС стоит от 100 до 120 тысяч рублей. Сегодня у государства нет никаких механизмов для того, чтобы вернуть эти деньги. Спасать людей, конечно, будут, подчеркнули в Госкомитете, но и позаботиться о карельской казне тоже нужно. Запрос на тему увеличения штрафа за такие нарушения в ЗАГС Собрание направят в ближайшее время. Глава Карелии Александр Худиланин побывал в Петрозаводском госуниверситете и встретился со студентами вуза. На встречу с главой региона пришли и представители различных молодежных организаций. Разговор получился многоплановым. Говорили и о сломанных снегоходах, и стойких участников экспедиции на собачьих упряжках, об экстрим-походах и стройотрядах, и о том, какая из профессий будет самой востребованной на рынке труда Карелии через пару лет. За встречей следила Ольга Ряминин. Александр Худиланин провел в университете две встречи. На первой он приветствовал участников тысячекилометрового похода в национальный парк Панаярви. Оказалось, там, где снегоход не пройдет, студенты на собаках прорвутся обязательно. Ни одна собачья упряжка не сломалась, а три снегохода сломалось за время эти, за две недели. Ну, снегоходы, наверное, импортные какие-нибудь. Понятно, что непортные. А собаки наши, нарты наши. Из-за погодных условий экспедицию завершили немного раньше, не доехав 60 километров до финиша. Дорога была размыта, снег таял, приходилось двигаться по воде. А между тем в экспедиции принимали участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. В таких экстремальных условиях пройти, ладно, снег, когда там все катится, хорошо, когда это практически на себе нужно тащить, да еще и по колено в воде. Вот тут нужен, конечно, характер. Поэтому снимаю шляпу перед всеми присутствующими, вы молодцы. Производ очень грандиозный, очень понравился. Познакомились с большим количеством ребят, нашли себе очень много друзей. Александр Худелайнин отметил, что республика готова поддерживать интересные молодежные инициативы. Давайте замахнемся на что-нибудь такое, надо же о себе как-то громко заявлять. И замахнуться. В следующем феврале Виктор Симонов и студенческая команда отправятся на собачьих упряжках от Национального парка в Адлазерске до Онежского поморья в Архангельской области. Возможно, с самим Федором Кониховым. А в апреле на Северный полюс. В том, что у студентов много встречных предложений к правительству Карелии, Александр Худелайнин убедился и во время разговора с членами молодежного правительства. Мы хотим сейчас набрать группу молодых инициативных ребят, студентов СУЗов, ВУЗов и совместно с вами выезжать на производство. Встречи с крупными инвесторами, политиками и промышленниками, по мнению Екатерины, позволили бы ближе узнать экономику республики и познакомиться с рынком труда. Молодые специалисты, по словам Куделанина, нужны в лесопромышленном комплексе, в отрасли добычи и переработки полезных ископаемых, в туризме и транспортном хозяйстве. То, что менеджеров нужно меньше и меньше, вы, наверное, это уже заметили. И то, что государство изменило политику в отношении социальных отраслей, вы тоже, наверное, отметили. Сегодня среднее возраст образования, 53 года в республике Карелия. Это нонсенс. Вместе с тем, как отметил глава Карелии, число абитуриентов, поступающих на педагогические и медицинские факультеты, растет. И правительство поддержит тех, кто придет в эти отрасли после окончания учебы. Это вот обеспечение жильем, решение вопросов укоренения этих молодых специалистов. Миллион рублей подъемных получает молодой специалист, пришедший на работу в здравоохранение в сельскую местность. И это будет продолжаться. Студенты уже сейчас готовы помочь республике. Представитель студенческих отрядов предложил помощь бойцов стройотряда на стройках Карелии. Для того, чтобы молодые люди, студенты наши замечательные оставались в нашем родном регионе, нужно давать им возможность работать на наших крупных объектах, предприятиях. Александр Куделанин пообещал встречаться со студентами чаще и приглашать их на встречи в правительство. Победителем городского этапа конкурса «Учитель года Петрозаводска» в этом году признан Максим Иванов. Учитель истории Державенского лицея уже второй год подряд становится победителем престижного в республике конкурса. Легко ли сегодня работать в современной школе? Что нужно для того, чтобы найти общий язык с сегодняшними учениками? О призвании и выборе любимой профессии наш следующий репортаж. Первые дни после весенних каникул. Все делятся впечатлениями, рассказывают, кто куда съездил. На перемене есть время обсудить с любимым учителем спортивные события – футбол, хоккей. И, конечно, новинки кино. Говорят, воздушный маршал хвалят. Вот, я ходил тоже. Тоже ходил? Вообще в шикарном кино. Сразу трудно догадаться, что это кабинет истории. Парты расставлены полукругом. Так понравилось, чтобы не смотреть друг другу в затылок. Здесь на стенах постеры героев любимых фильмов. На полках книги Пушкин, Достоевский, история и современные популярные авторы. Можно взять, посмотреть и почитать. У Максима кино одно из любимых увлечений. И он с удовольствием проводит встречи в школьном киноклубе. Когда Анатолий Федорович Ганшиков был директором, он первый раз, когда зашел, у меня были обложки из журнала Esquire, Роберда Ниру, Аль Пачино, ну и прочие уважаемые люди, Клинт Ист, вот он зашел, посмотрел, что говорят, это за уроды. Я говорю, ну как-то вот так, снять. Но все оставили как есть. Талант преподавать, несомненно, важен. Но умение найти общий язык со школьниками, этому научиться сложнее. Максим Викторович как-то к вам так относится, что мы не чувствуем себя как-то скованно и не боимся с ним разговаривать напрямую. Часто может отличься от урока и рассказать какие-то моменты из жизни. Он самый лучший на самом деле. Мы смотрим на него и радуемся. Максим приехал в Петрозаводск из города Кемь. Закончил педагогический тогда университет и говорит, всегда хотел работать в школе. Сейчас у него нагрузка 27 часов в неделю. Это много. Классное руководство и внеклассная работа. Успевает поиграть в футбол с учениками, сходить на экскурсии. Известная фраза «Занимайся любимым делом, и тебе не придется работать ни одного дня» – это про него. Когда человек говорит о том, что у него не хватает времени, значит, он просто его нерационально использует. То есть я могу выделить время и на то, чтобы в кино сходить, и с друзьями встретиться. И хватает у меня времени, чтобы к урокам готовиться. И я надеюсь, семья тоже чувствует о том, что я с ними. Впереди участие в уже республиканском этапе конкурса. Максим говорит, это для него, несомненно, важно. Но сегодня важнее подготовить учеников к предстоящим экзаменам. Цены на продукты в республике продолжают расти. Так, в марте больше всего подорожали картофель, сахар и яйца. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии» со ссылкой на «Карелия Стат», по сравнению с февральскими ценами, заметнее всего почти на 9% подорожал килограмм картофеля с 28 рублей 19 копеек до 30 рублей 62 копеек. Прибавил в цене и сахарный песок. Средняя цена за 1 килограмм выросла до 33 рублей 74 копеек. Куриные яйца по сравнению с осенним взлетом цен подорожали незначительно – 48 рублей до 49 рублей 80 копеек за один десяток. Также выросла в цене капуста почти на 6%. Кроме того, в марте незначительно подорожали некоторые молочные и мясные продукты – мука, рис, лук, морковь и яблоки. А сейчас к другим событиям в республике. Сегодня утром на трассе Кола в результате лобового столкновения Ауди и Шкода Октавия погибло 4 человека. В Ауди находились четверо мужчин. Двое из них, включая водителя, погибли на месте. Еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в Медвежегорскую районную больницу. В автомобиле Шкода находились двое – отец и дочь. Они также погибли на месте. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Правоохранительные органы Карелии задержали подозреваемого в сообщении о ложном минировании здания налоговой инспекции Петрозаводска накануне утром. Напомним, аноним по телефону сообщил о якобы заложенной бомбе. Как сообщает интернет-журнал «Республика» со ссылкой на источник в полиции, телефонным террористом оказалась женщина – сотрудница инспекции. Причины поступка подозреваемой не разглашаются. С 24 апреля автобус от Петрозаводска до Йоэнсоу будет ходить каждый день. Кроме того, в майские праздники оплата за проезд снизится на треть. Отправление из Петрозаводска назначено на 5 утра, прибытие в Йоэнсоу – в 11. Обратно в карельскую столицу автобус будет выезжать в 17.00. 5 и 6 апреля в Театре драмы «Карелии» творческая мастерская состоится премьера спектакля «Про мою маму и про меня» по пьесе известного драматурга Елены Исаевой. Новая постановка адресована прежде всего подросткам старшего и среднего школьного возраста. Текст пьесы – это воспоминания автора о разговорах со своей мамой. Жанр автор определила как школьные сочинения в двух действиях. Успенская церковь в Кондопоге и Успенский собор в Кими включены в реестр объектов культурного наследия и вошли в федеральную программу «Культура России», а значит могут получить из федерального бюджета средства на реставрацию. В этом году за федеральный счет будет разработана проектно-сметная документация для реставрации этих двух памятников. Это значит, что в следующем году начнутся работы непосредственно на объектах. Стоимость реставрации только Успенского собора может достигнуть 100 миллионов рублей. Надеемся, что в 2015 году мы к этому процессу приступим. Очень ответственный процесс. То есть провести реставрацию достаточно сложно. Мы убеждаемся в этом постоянно. Сейчас о стоянии Успенского собора он построен в 1714 году, близкое к аварийному. Несущие конструкции потеряли прочность, деформированы участки стен и угловых соединений. Реставрировать памятник в Кими, по мнению специалистов, необходимо методом полной переборки срубов. Успенская церковь в Контопоге также требует ремонта. Сруб в трапезной части и храмовой пришел в негодность строений Перекошина. Ежегодно республика тратит на реставрацию памятников деревянного зодчества 10 миллионов рублей, но этого явно недостаточно. Поэтому ведется большая работа по включению их в реестр объектов культурного наследия России, что позволит получать федеральные средства на реставрацию. Клещи в Карелии в этом году проснулись раньше времени. 27 марта зарегистрировано первое обращение по поводу укуса клеща. Жертвой стал 7-летний мальчик из поселка Челна Пряжинского района. В прошлом году на первые атаки кровососущих люди начали жаловаться лишь в 20-х числах апреля. Подробности в материале с брифинга в Министерстве здравоохранения Карелии. Клещи пережидают зиму под листвой в состоянии оцепенения и становятся активными уже при плюс 5 градусах. В этом году необычно высокие плюсовые температуры были в марте. И чем будет теплее, тем больше проснется клещей. Кстати, если раньше опасных насекомых выявляли в основном в Прионежье и в Приладожье, то теперь клещи встречаются и севернее, в Лоувском районе. Специалисты советуют не откладывать прививку от клещевого энцефалита. Пока сейчас еще не наступил именно сезон, то есть есть возможность сейчас привиться и получить именно иммунную защиту, для того, чтобы никто не застраховывался. Даже если вы оформили страховку от последствий укуса клеща, это не сделает вас защищенным. Просто вам в случае укуса бесплатно введут иммуноглобулин. Кстати, бесплатно получит его и каждый укушенный ребенок до 18 лет. Но врачи считают, что лучше прививаться, чем позже пичкать организм бешеным количеством иммуноглобулина и лечиться. Стоимость прививки от клещевого энцефалита варьируется от 600 до 1800 рублей. Лечение же может обойтись уже более чем в 7 тысяч. В качестве профилактики специалисты советуют убрать сухостой и мусор во дворах и на дачных участках. Это и дачные кооперативы, и населенные пункты, и в том числе центр гигиены готов приехать обработать территорию. За обработку территории детских учреждений ответственно их руководство и местное самоуправление. Клещи могут стать причиной не только заражения клещевым энцефалитом, но и боррелиозом. От него не спасает вакцинация. А вылечить эту болезнь можно только на ранних стадиях. Поэтому, если вас все-таки атаковал клещ, его нужно обязательно привезти в лабораторию. И лаборатория выдает, зараженный клещ или нет. Если клещ зараженный боррелиозом, тогда проводится профилактическое лечение, и люди не заболеют боррелиозом. Кровососа удалять из ранки желательно не по частям, а целиком. Лучше петлей из нитки или обычным пинцетом, выкручивая и при этом плавно вытягивая его из раны. После того, как насекомое удалено, нужно тщательно вымыть руки, так как на них могут остаться внутренности клеща. Поместите обидчика в банку с ватой, смоченной водой, накройте крышкой и в лабораторию. Не позднее, чем в течение двух-трех дней с момента укуса. Это все новости к этому часу. Смотрите нас также в интернете по адресу sampa.tv. А я, Наталья Порукова, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин